Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем наши беседы по первому посланию к Олимпинам, первоверховного апостола Павла. Сегодня мы будем читать и рассматривать 11 главу этого послания. Тема этой беседы «Помните и держите предание». В этой главе апостол Павел порицает и стремится исправить некоторые нарушения, беспорядки, которые имели место в Каринской церкви. Первое. Неправильное поведение женщин, которые действовали вопреки апостольскому преданию, которые снимали в собраниях во время богослужения себя платки, которые в те времена считались знаком покорности власти мужа. И эта тема раскрывается с 1 по 16 стих, что и муж, и жена сотворены для взаимной пользы и взаимного утешения, благостного по отношению друг к другу. Вторая тема – разногласия во время вечерей Господней, во время Евхаристии. «И унизительное, пренебрежительное отношение к бедным». Павел пытается устранить эти беспорядки, излагает сущность и цель святой заповеди о Евхаристии, указывает, как надо относиться к ней, предостерегает против опасности неприличного поведения, какое наблюдалось среди коринфян, которые неправильно участвовали в трапезе Господней. Об этом с 23 по 34 стих. Всего в этой главе, 11 глава первого послания Коринфянам, 34 стиха. И этот текст начинается словами «Будьте подражателями мне, как я Христу». Сам Сын Божий воплощается для того, чтобы явить нам пример истинной человеческой жизни. Но мы находим Христа, идя по следам Его овец. Как в книге «Песть песней» сказано, что возлюбленная может найти своего жениха, пастыря и царя, идя по следам Его овец. Павел – это верная овца стада Христова. Поэтому Павел и говорит «Будьте подражателями мне, как я Христу». Святитель Василий Великий – это пространные аскетические правила. Он пишет в этом трактате. «Если цель христианства – подражание Христу в мире вочеловечения, насколько это сообразно с призванием каждого, то те, кому верено путеводительствовать людьми, должны посредством себя самих побуждать еще немощных людей к уподоблению Христу». Конец цитаты. Христианин всегда нуждается в том, чтобы иметь какой-то ориентир рядом с собою человека, христианина, на которого он может положиться в тяжелых обстоятельствах. Известна такая история о том, как в Британии два миссионера, монахи, они отправились проповедовать диким людям на одном из островов. И один из них был молодой, другой был более пожилого возраста. И когда они возвращались назад, то молодой монах сказал, «Я бы один не справился, и я понимаю, почему Христос посылал подвое. Мне было очень страшно там, но я все время надеялся на тебя, ты опытный человек в годах». На что пожилой монах ответил, «Брат, а я все время думал, ты такой молодой, такой смелый, такой решительный». И они реально друг друга поддерживали, являя пример один другому, и вместе они подражали Христу. Далее апостол Павел пишет, это второй стих, «Хвалю вас, братья, что вы все мое помните и держите предание, так как я передал вам». Предание, по-гречески парадосис, по-еврейски масора, это устное наставление вере, которое предшествует письменным наставлениям, даже самому Священному Писанию. Так Христос не оставил нам никаких книг, Он устно в порядке преданий наставлял народ, а позже люди записали то, что они сохранили в своем сознании, то, что Дух Святой напомнил им, что это надо записать. Человек не может руководствоваться только Священным Писанием. Мы об этом часто говорим и всегда вспоминаем текст из 2-го послания Петра, 3-я глава, 15-16 стих. Здесь апостол Петр предупреждает, «И долготерпение Господа нашего почитайте спасением, как и возлюбленный брат наш Павел по данной ему премудрости написал вам, как он говорит об этом и во всех посланиях, в которых есть нечто неудобовразумительное, что невежды и неутвержденные к собственной своей погибели превращают, то есть искажают, как и прочее Писание». Итак, сама Библия предупреждает нас, что есть две категории лиц, невежды и неутвержденные, которые к собственной своей погибели превращают, то есть искажают смысл Священного Писания. Поэтому, когда человек читает Библию, очень важно понять, каким критерием он руководствуется. Если он скажет, что там Дух Святой ему подсказывает, или там ангел шепчет комментарии в уши, это глубоко субъективно, в том смысле, что сказано, испытывайте духов, от Бога ли они. Должен быть критерий для исследования Писания, известный через само Писание. И второе послание к Фессалоникийцам 2.15, апостол Павел пишет, «Итак, братья, стойте и держите предание, которым вы научены, или словом, или посланием нашим». И второе в Фессалоникийцам 3.6, «Завещиваем же вам, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа удаляться от всякого брата, поступающего бесчинно, а не по преданию, которое приняли от нас». Таким образом, христиане всегда имели два источника веры. Это священное предание, устное наставление вере и священное Писание, записанное божественное откровение. И без этих двух источников, если человек остается один на один с Библией, и он невежда и неутвержденный, как пишет апостол Петр, он к собственной своей погибели превращает, то есть искажает смысл Слово Божие. Далее апостол Павел пишет, «Хочу также, чтобы вы знали, что всякому мужу глава Христос, жене глава муж, а Христу глава Бог». Засвидетельствовав верность преданию, Павел излагает то, что известно в порядке сохранения слов Христа и его первых учеников. Действительно, глава всякому мужу – Христос, потому что Христос – глава церкви, а первое измерение церкви – это именно домашняя церковь, как это было в древние времена, то мужчина, глава семьи, он является таким образом как бы иконой присутствия Христа в этой церкви. Всякий муж, молящийся или пророчествующий, с покрытой головою, постыжает свою голову. В христианском понимании, когда человек молится, когда он пророчествует, он должен обнажать голову, потому что он говорит не свое, он говорит не от себя. И в то же время священнослужители могут оставлять на голове головной убор, имеется в виду, что они покоряются самому Христу, Царю и Богу нашему, и не от себя говорят, но то, что восприняли как истинную веру и покорившись ей, без собственного волюнтаризма они доносят ее до других. Всякий муж, молящийся или пророчествующий, с покрытой головою, постыжает свою голову. И всякая жена, молящаяся или пророчествующая, с открытой головою, постыжает свою голову, ибо это тоже, как если бы она была обритая. Жена имеет над собою власть мужа, поэтому она покрывает голову даже в домашней молитве. Муж имеет над собою головою Христа, Христос раскрывается в действиях мужа как икона самого Христа. Поэтому он молится именно с открытой головой. Жена, если она не покоряется мужу, есть такое славянское слово, опростоволосилась, то есть сняв покрывало, она как бы отказалась от власти своего мужа. Она восстала против него, проявив дух феминизма, эмансипации и вседозволенности. И шестой стих, «Ибо если жена не хочет покрываться, то пусть и стрижется, а если жене стыдно быть остриженной или обритой, пусть покрывается». Свидетель Иоанн Златоуст пишет, «В то время, как я сказал, были и мужи, пророчествовавшие, и жены, имевшие этот дар, например, дочери Филиппа и другие прежде и после них. О них и пророк в древности сказал, это пророк Иоиль, 2 глава, 28 стих, будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши, будут видеть видения. Мужу апостол Павел повелевает быть открытым не всегда, но только во время молитвы. Всякий муж, говорит Павел, молящийся или пророчествующий с покрытой головою, постыжает свою голову. Жене же повелевает быть покрытой всегда, потому, сказав, всякая жена, молящаяся или пророчествующая, с открытой головою постыжает свою голову. Он не останавливается на этом, но продолжает, ибо это тоже, как если бы она была обрита. Если быть обритой всегда постыдно, то очевидно, что и быть непокрытой всегда постыдно. Конец цитаты. Здесь речь идет о том, что сам факт, что у женщины нет растительности на лице, вся ее красота, растительность в ее прекрасных волосах, означает, что это то, что принадлежит мужу. И женщина не может опростоволоситься, то есть открыть эту красоту перед другими, это будет не совсем благочестиво. Если женщина не религиозная, и она открывает свои волосы, это ее решение, не нам ее осуждать. Мы имеем законы для нашей внутренней жизни. А внешних судит Бог. Он знает, как с ними поступать, в какой ситуации. Павел пишет далее. «Итак, муж не должен покрывать голову, потому что он есть образ и слава Божия. Он символизирует Христа. Муж как икона Христа в домашней церкви. А первая церковь – это домашняя церковь. «Итак, муж не должен покрывать голову, потому что он есть образ и слава Божия, а жена есть слава мужа. Ибо не муж от жены, но жена от мужа». И действительно, если вспомнить очередность сотворения мужчины и женщины, то мужчина предшествует женщине. «И не муж создан для жены, но жена для мужа как помощница, соответственно ему. Посему жена и должна иметь на голове своей знак власти над ней для ангелов». Что значит «для ангелов»? Есть двойное объяснение. Блаженной памяти священник Данил Сысоев пишет, фраза эта означает, что женщина должна иметь знак власти над собою, так как за порядком на земле смотрят ангелы-хранители, которые находятся рядом с мужчиной и женщиной, даже тогда, когда мы в своих жилищах. Отец Данил продолжает, что ангелы возносят наши молитвы пред престолом Божьим и смотрят, согласно ли воле Божией мы поступаем или не согласно, в согласии или с порядком, установленным Богом, или нет. Ангелы – хозяева лада. Лада – это значит порядка, место и чина. Поэтому апостол Павел и напоминает, что все наши молитвы совершаются не в одиночестве, а в присутствии ангелов. Отсюда следует, что и дома женщина обязательно должна молиться с покрытой головою, так как ангел-хранитель видит этот знак власти и возносит ее молитву к Богу. Конец цитаты. И святитель Иоанн Златоуст, это 26-я Гамилия, он пишет, «Покрытие есть знак покорности и подчинения. Оно побуждает смотреть вниз, смиряться и соблюдать добродетель. Добродетель же и честь подчиненного состоят именно в том, чтобы пребывать в послушании. Мужу не предписывается это делать, так как он образ самого владыки», то есть Христа. «О жене справедливо предписывается». Конец цитаты. И тут же, чтобы как бы немножко сгладить напряжение от такой иерархии, Павел пишет, 11-12 стих, «Впрочем, ни муж без жены, ни жена без мужа в Господе, ибо как жена от мужа, так и муж через жену, все же от Бога». Рассмотрим этот отрывок. Действительно, муж без жены – это нехорошо. В книге «Бытия» 2.18 читаем такие слова. «И сказал Господь Бог, нехорошо быть человеку одному, сотворим ему помощника, соответственного ему». Поэтому мужчина без женщины, это некая аномалия, чаще нравственная и моральная. «Ибо как жена от мужа, она создается из ребра Адама, так и муж через жену, а все мужчины рождаются от женщин, все же от Бога». Бог как жизнодатель посылает нам всем жизнь, поддерживает и оберегает ее в том иерархическом порядке, семейной жизни и церковной жизни и государственной, как Бог все установил. Святитель Амвросий Медиаланский пишет, «А что человек сотворен ради человека, это тоже мы находим в книгах Моисея, именно в следующих словах Бога. Нехорошо быть человеку одному, сотворим ему помощника, подобного ему». Итак, жена дана в помощь мужу, чтобы она рождала, чтобы таким образом человек помогал человеку. То есть человек не существует без человека, это плохо. И в некотором смысле это проекция на Бога человека Христа, без которого спасение невозможно. Как Павел и пишет, единходатый посредник между Богом и человеком, человек Христос Иисус. «Неверующий муж освящается верующей женой, и неверующая жена освящается верующим мужем, и в духовном смысле они очень даже равны». Амвросий пишет, «Почему перед сотворением жены и было сказано об Адаме, не нашлось помощника, подобного ему, так как человеку может помочь только человек?» А в сатерологическом смысле это человек с большой буквы «Господь наш». Амвросий продолжает, «Итак, между всеми животными не нашлось подобного существа, или лучше сказать, не нашлось помощника человеку, такой помощник виделся тогда, то есть в Ветхом Забете, в женском поле». Это из трактата Амвросия Меделанского об обязанностях священнослужителей, книга первая. Далее апостол Павел пишет, я надеюсь, вы следите по тексту, «Рассудите сами, прилично ли жене молиться Богу с непокрытой головою? Не сама ли природа учит вас, что если муж растит волосы, то это бесчестие для него?» Для женщины растить волосы — это красота и слава, для мужчины отращивать волосы — это бесчестие и позор для него, ибо в понимании античных людей мужчины с длинными волосами — это извращенцы. То это бесчестие для него, если мужчина растит волосы. Но если жена растит волосы, для нее это честь, так как волосы даны ей вместо покрывала. Что значит вместо покрывала? Покрывала — это очень красивая такая ткань, и волосы даны тоже для благолепия и красоты. Блаженный Августин пишет «Почему, удивляюсь я, мужчины некоторые носят длинные волосы прямо вопреки предписанию апостола?» Он имеет в виду верующих мужчин, не каких-то там извращенцев. «Или это для того, чтобы парикмахерам нечего было делать?» Продолжает рассуждать Августин. «Или, может, чтобы уподобиться птицам евангельским, которые боятся потерять оперение, потому что не смогут летать?» И Августин восклицает. «Воздержусь более говорить об этом пороке из-за длинноволосых братьев». А кто такие длинноволосые братья? Это монахи. И чтобы как-то их не оскорбить, Августин закрывает вопрос. «Воздержусь более говорить об этом пороке из-за длинноволосых братьев, которые почти во всех других отношениях, мы их высоко почитаем. Но чем больше мы любим их во Христе, тем настойчивее и даем советы». Это из трактата «Блаженного Августина», который называется «О делах монашеских». Святитель Амбросий Медиаланский пишет, «Одно подобает мужчине, а другой женщине. Сколь же неприглядно мужчине поступать как женщине». Действительно, это неприлично, когда мужчина одевается в женскую одежду, отращивает волосы, как женщина. В русской церкви был, кстати, всегда установлен порядок. Мужчины, священники, стригли волосы. Мода на длинные волосы возникает только в XVIII веке, когда дворяне носили парики, а священники считали, как бы не очень прилично носить парик, как светский атрибут красоты. Они отращивали свои волосы и закручивали в бигуди, чтобы они выглядели как парики, даже припудривали их, чтобы они были светлее. А через два-три поколения все стали думать, что так и положено. Хотя даже в правилах Вселенских соборов говорится, что священники должны стричься, стричь волосы на голове по порядку, который принят у клириков. И теперь апостол Павел как бы закрывает эту тему в 16 стих по 19. «А если бы кто захотел спорить, то мы не имеем такого обычая ни Церкви Божьей». То есть мы, апостолы, не имеем такого обычая спорить ни другие Церкви Божьи. «Но, предлагая сие, не хвалю вас, что вы собираетесь не на лучшее, а на худшее, ибо, во-первых, слышу, что когда вы собираетесь в Церковь, между вами бывают разделения, чему отчасти и верю, ибо надлежит быть и разномыслием между вами, дабы открылись между вами искусные». Действительно, с древних времен отношение к волосам на голове, отношение к бороде, все это было по-разному. Борода – это как бы образ Христа, и первый человек Адам тоже изображается, соответственно, с бородою. Но в Римской Церкви появились священники, которые считали себя недостойными быть иконой Христа. И они сказали, мы будем брить лицо, лучше мы постараемся подражать ангелам. А ангелы – они с детскими лицами, то есть без растительности. тем более, что Христос сказал о верующих, что они будут на небесах, как ангелы. Ну а те, которые считали, что они за службы, как минимум, символизируют Христа, они остались с бородами. Но в любом случае, в Древней Церкви и западные христиане, и восточные, за исключением длинноволосых братьев, как их называет Августин, то есть монашествующих, все стриглись очень коротко. И Павел считает, что это не тема для спора, но надлежит быть и разномыслием. Между вами, пишет он, дабы открылись, между вами искусные. Искусные – это не искусители. Искусные – это опытные, у кого развит диалектический ум, и они – защитники веры. То есть Бог попускает, чтобы возникали разномыслия, это прежде всего разномыслия с сомневающимся, с раскольниками, с еретиками, чтобы богословие через искусных людей становилось доступно для многих. так блаженный Августин пишет, люди становятся еретиками, оставаясь внутри церкви. Теперь же, когда они вне церкви, они приносят нам больше пользы, не тем, что учат истине, которую не знают, но побуждая плотских христиан искать истину, а христиан духовных, то есть искусных, ее распространять. В церкви множество людей, испытанных Богом, но они не выделяются среди нас, покуда мы заняты мраком своего невежества, предпочитаем спать, а не нести свет истины. Это из трактата Августина об истинной религии. И что интересно, блаженный ироним, это его толкование на Матфея, он пишет, Бог попускает еретиков для того, чтобы вывести нас из состояния духовной спячки, потому что без этого мы слишком расслабляемся. Святитель Иоанн Залтауст пишет, что означают слова, дабы открылись между вами искусные, и отвечает, чтобы более просияли. Он, то есть Павел, он хочет сказать, что людям непреклонным и твердым это не только не вредит, но еще делает их более знаменитыми и славными. Таким образом, искусные это апологеты, защитники веры, это учителя церкви, отцы церкви, такие как Афанасий Великий, как блаженный Августин. Афанасий боролся с орианами, Августин с пелагианами и манихеями. Профессор Десницкий пишет «разномыслие» Павел написал, что надлежит быть разномыслием. Профессор объясняет, «разномыслие» по-гречески буквально «выбор», «разделение в мыслях». Это слово может употребляться здесь как с положительным, так и с отрицательным оттенком. То есть иногда бывают разномыслие, которые не приводят к ересе, но они оттачивают религиозные формулировки. Профессор продолжает, «в первом случае Павел говорит о дискуссиях в общине, которые, однако, не должны заканчиваться разрывом отношений». Отношения мы должны оберегать. Во втором «оно», то есть разномыслие, возможно, служит синонимом раздоров, упомянутых в 11 главе 18 стихе, или даже указывает на какие-то более серьезные разногласия в вопросах веры. Таким образом бывают разные разномыслия, и иногда они обогащают церковь, в общем-то всегда они обогащают церковь, если не приводят к расколу. Далее апостол Павел пишет «Далее вы собираетесь так, что это не значит вкушать вечерю Господню». Здесь касается другой проблемы. Они собирались на вечерю Господню не для того, чтобы причаститься телу и крови, а для того, чтобы просто поесть, посидеть за столом, пообщаться с другими христианами. Далее «Вы собираетесь так, что это не значит вкушать вечерю Господню, ибо всякий поспешает прежде других есть свою пищу, так, что иной бывает голоден, а иной упивается». То есть они собирались на эти встречи и приносили свою пищу на такие вечери. богатый мог принести больше, бедный меньше. Павел возражает, «Разве у вас нет домов на то, чтобы есть и пить? Или пренебрегаете церковь Божию и унижаете неимущих?» Когда богатый приходит, христианин, он раскладывает свою пищу, и это уже унижение для христианина бедного, который не может позволить себе такую еду. «Что сказать вам?» возмущается Павел. «Похвалить ли вас за это? Не похвалю». Особенно такие трапезы делали после святого причастия. Был еще такой формат общения, как агапы. Это тоже относилось к воспоминанию страдания Христа, но евхаристии в полном смысле слова не являлось. Блаженной памяти священник Даниил Сысоев пишет, апостол еще раз решительно не хвалит, а даже бичует безобразников. Он говорит, «Вы что, церковь за дом обычный считаете?» Отец Даниил рассуждает, как у сектантов, у которых дом собрания обычный дом, но у православных христиан, начиная с апостольских времен, церковь это необычное место, это дом Господен, собственность Господа. Еще со времен апостолов церкви освящались молитвой, приношением, бескровной жертвой тела и крови Господней, с тех пор, как жертва, то есть Евхаристия, освящает место, здесь Ангел Божий стоит, поэтому апостол обращается к тем, кто любит роскошествовать с увещеванием, дом объедайтесь, это ваше дело, но неужели сюда вы приходите наедаться и напиваться? Конец цитаты. Далее Павел переходит к вопросу о самой главной христианской трапезе, которая нас, живущих на земле, возносит на мессианский небесный пир. Это о Евхаристии. И Павел совершенно неожиданно пишет, «Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб и, возблагодарив, преломил и сказал, «Примите, едите, сие из тела мое за вас ломимое, сие творите в мое воспоминание». Почему Павел пишет, что он от самого Господа принял всю эту информацию о Евхаристии? Это значит, как минимум, что Христос общался с Павлом не только на его пути из Иерусалима в Дамаск, но и далее являлся ему и наставлял его. Действительно, святое причастие – это воспоминание Сына Божия, и это вкушение Его истинного тела и истинной крови. Далее, с 25 стиха и ниже, Павел пишет, «Также и чашу после вечери и сказал сия чаша, есть новый завет в моей крови, сие творите, когда только будете пить в мое воспоминание». Опять воспоминание. «Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет». Что значит «доколе Он придет»? Сам Христос сказал, что Евхаристию надо творить, пока Он не придет. «Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней, да испытывает же из себя человек и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей, ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Оттого многие из вас немощны и больны и немало умирает». Павел видит недостойное причастие в том, когда люди причащаются, не рассуждая о теле Господнем. Некоторые говорят, чтобы причаститься, надо быть чистым, но это не очень логично. У нас причастие в оставление грехов и в жизнь вечную. Если причастие в оставление грехов, а это официальная формулировка, то причащается тот, который нуждается в оставлении грехов, а не тот, который уже оставил грехи. Таким образом, причастие это не приз за хорошее поведение, это самое радикальное средство в борьбе с грехом. Что это значит? На исповеди перед причастием мы исповедуем грех как садейный поступок, в причастие попаляются тернии прегрешений. Что такое тернии прегрешений? Сами вот эти склонности к грехам, тем или иным. Поэтому это не приз за хорошее поведение, это самое радикальное средство в борьбе с грехом, которое попаляет саму склонность греховную, ту или иную, помогая нам избавиться от греха. Святитель Иоанн Златоуст пишет «Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе. Что говоришь ты?» То есть «Что ты, Павел, говоришь?» Источник столь многих благ, это Евхаристия источник многих благ, трапеза, то есть небесная трапеза, источающая жизнь, нас же причащают в жизнь вечную, обращается в осуждение не по своему существу, говорит он, то есть Павел, а по воле приступающего, если тот, кто приступает, это воспринимает как пищу, а не как источник исцеления. «Как пришествие его, доставившее нам великие незреченные блага, послужило к большему осуждению не принявших его, так и эти тайны навлекают большое наказание на недостойно причащающихся. Почему же ест осуждение себе, не рассуждая о теле и крови Господне?» То есть не размышляя, не представляя, как должно величие предложенных тайн, не думая о важности дара, если бы ты вполне понимал, кто предлежит пред тобою и кому он предлагает себя, то есть в святых дарах, то не имел бы нужды ни в каком увещевании, а одного этого было бы достаточно, для возбуждения в тебе полного благоговения, если только ты не пал слишком глубоко. И есть такая история о том, как в Московское царство прибыл один татарский царевич, и он беседовал в Золотой Орде с христианами, и они рассказывали ему о том, что они причащаются тела и крови. И он зашел в храм, хотя ему нельзя было заходить, и он подошел к самой чаше, в это время причащали, встал на носки и заглянул в чашу, и он увидел там распятого младенца. Бог показал ему, кого, чего причащаются православные христиане. Таким образом, мы устанавливаем, что причастие это не приз за хорошее поведение, но как самое радикальное средство в борьбе с грехом, которое попаляет саму склонность к греху, должно приниматься с рассуждением о том, что это Христос, который умер за нас, это его кровь, это его истинное тело. И хотя сохраняется вид хлеба и вина, но это только потому, что Господь щадит нашу природу. Павел пишет, «Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром». То есть если бы суд над нами зависел бы от нас самих, мы бы, конечно, себя простили. И любой человек устроен так, что он находит извинения для самых страшных грехов, которые он совершал. Например, если это что-то невыносимо страшное, он может сказать, «Я больной, поэтому вот так я поступаю». но мы судимы и наказываемся от Господа. Для чего? Чтобы не быть осужденным вместе с миром. Это благо, то, что Бог осуждает нас и даже наказывает, чтобы мы не были осуждены с этим миром. когда мир услышат слова Христа, идите проклятый в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его. Поэтому в Писании сказано, что суду начаться с народа Божия, с церкви. 33-34 стих Павел пишет «Посему братья мои, собираясь на вечерю, друг друга ждите». То есть это общая трапеза. Это невозможность продемонстрировать кулинарию собственного дома. А если кто голоден, пусть ест дома, чтобы собираться вам не на осуждение, потому что когда каждый будет есть свое, тут будет такой суд, прочее устрою, когда приду. Этими словами Павел как бы говорит, а если там другие какие-то вопросы, недоумения, когда приду, я рассмотрю эти вопросы. Итак, дорогие братья и сестры, мы закончили сегодня изучение 11-й главы 1-го послания Коринфянам. Если будем живы, Господь позволит, в следующий раз мы будем читать 12-ю главу послания Коринфянам. Берегите себя, подписывайтесь на библейский портал Экзегет, чтобы вам вовремя получать информацию о новых беседах, и молитесь за то служение Слова, которое мы совершаем здесь, на этом библейском портале. Коринфянам. 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 Продолжение следует...